Великий русский скрипач Иван Стильдей Халдошкин, которого мы, к сожалению, недостаточно хорошо знаем, творчество. Он не был в Италии, но, как и многие русские художники, мастера и поэты, вот Пушкин тоже не был в Италии, а копейники написали. Вот они впитали в себя культуру итальянскую. И что самое интересное, творчество Халдошкина, которое на 40, примерно 40 лет, он был, как говорится, моложе, старше, чем Никола Пагамин. Но приемы, которые он применил, он создатель русской скрипичной школы, приемы, которые он применил уже в своих произведениях, как бы предвосхитили то, что потом найдет отражение в творчестве Николы Паганини. Мы-то все знаем, действительно, Никола Паганини – это гигант вообще, гигант скрипичного искусства, это великий художник, создатель огромного числа не только скрипичных произведений, но, в частности, и скрипичных – это большие капризы Паганини, все знают, или пять концертов скрипичных Паганини, или кантами Паганини – играется. Всеми скрипачами мира это играется, и виртуально находится. Но что самое интересное, что, видите, русский крепостной, проживший труднейшую жизнь, создал приемы, которые потом невольно отразились в творчестве в Великой Паганини. Паганини – это очень интересный факт. И вот мы сейчас, я специально попросила нашего гостя обязательно вам собирать одно произведение Ивана Хантушкина, потому что это великий мастер скрипичный и создатель русский скрипичный форум. Вот мы сейчас услышим арию Ивана Хантушкина. Это очень редко звучит, мне очень хотелось сопоставить творчество Хантушкина, творчество Никора Паганини. Вот в сорокалетнем вот этой вот разрыве, древнем, она прослеживает за 20 сетей, красавица. Артист РНО Сергей Королёв. Иван Хантушкин. Артист РНО Сергей Королёв. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ>- СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Вот я не пойму, у нас или новые слушатели появились около... Но вот теперь мы вернёмся к опере. И мы должны вспомнить наших солистов оперы, которые учились в Италии. Вы вспомните Большой театр. Почти всегда наши артисты русские стажировались в Италии. А почему? Искусство бриканто, прекрасного пения. Именно в Италии оно родилось. Именно Италия дала гениальный приток вот в оперу. Певцов, тенора, баритоны, басы, особенно Италия, всегда славилась тенорами. А кто может назвать хоть одного тенора? Неважно. Поворот. Поворот. Это наше время. Это близко к нам. Да, правильно? А вот великий тенор, который потряс не только Италию, но и весь мир. Карузо. Карузо, конечно. И с Карузо мы вообще не представляли себе итальянского оперного искусства. Конечно же Карузо. И вот мы как-то в нашем клубе говорили и слушали его записи. Записи, к сожалению, несовершенные. И очень много тияет темы голоса. Но все-таки Карузо. Вот он таким обладал мощным дарованиям, что даже сквозь вот это несовершенство записей проступает гениальность певца. Да, Италия славна многими, многими тенорами. Но и сопрано. И все голоса, пожалуй, я даже не знаю, если мы так вот сейчас посмотрим на итальянские голоса, они царствуют до сих пор в мире. Итальянские певцы. А, наверное, еще способствуют то, что прекрасная природа. Теплые. Всегда теплые времена года, потому что даже зима в Италии, она все равно теплая. Много солнца, моря, люди добрые, отзывчивые. Вот это, наверное, все способствует рождению такого количества талантов на этой земле. И мы сейчас будем с вами слушать опять линия «Прекрасная Вальгамта». И коснемся уже другого направления. В последнее время вы помните, говорили об опере Сейриан серьезной, опере Буффа, комической опере. А вот XIX век подарил еще одно направление, великое направление – веризм. Вот слово «веризм» означает вера, истина, правдивость. И действительно, мы вспомним «Паянцы», «Мягкован». Это драма героя, бытовая драма, но как яркая. Она создана вот этим замечательным художником. Мы вспомним «Сельскую честь» в Москве. Мы вспомним, конечно же, Джакома Пучили. Это великий мастер, создавший «Тоску», создавший «Чио-Чио-Сан». Оперы, которые обошли все сцены всего мира и до сих пор ставятся. Я видела в Стокгольме фильм «Тоска» с итальянскими певцами. Вы знаете, это незабываемо. Даже фильм, вот он передает вибрации душ вот этих героев. Это было великое искусство. И в данный момент режиссер очень уместно делал акценты и дал эту оперу «Тоска». Джаком Пучини – великий драматург оперный. И вот на последней страничке вы видите в ваших программках портреты Никола Погомини и Джакома Пучини. Это великие, великие итальянцы. Как я говорила, неаполитанская опера в лице Скарлатти, Александра. Верийская опера в лице Чакома Пучини. Венченца в лице Чакома Пучини, который прожил очень короткую жизнь. Он успел запечатлеть свою душу в музыкальных произведениях. Вот это и есть краски и мелодии итальянцы. Вот это тише. Я хочу пригласить на сцену наших артистов. Хочу вам представить Илону Ананьину. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Азбиратка Востокской консерватории Илона Ананьина. И Ольга Козлова. Партина Пучини. Азбиратка Востокской консерватории Илона Ананьина. И Ольга Козлова, партина Пучини. Когда мы слушали фрагменты старой итальянской оперы, может быть, менее знакомой, то сейчас мы услышим страницы, восхитившие всех. То есть это уже классика. Такая классика, отобранная. Это страницы драгоценнейшие из популярных оперов. Но популярность разная бывает. Вы это знаете? Это популярность, которая зиждется на очень талантливом музыкальном и драготургическом материале. Это самое главное. Это герои Че Чор Сан. Это разные образы Мими в опере «Богема». Вот мы сейчас будем слушать «Сына прощания Мими» из оперы «Богема». «Сына прощания Мини» из оперы «Богема». Пожащие «Богема» из оперы «Богема» из оперы «Богема» из оперы «Богема». Субтитры подогнал «Симон» 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 И еще одна ария из Отрели Чуй-Чуй-Чуй-Чуй-Чуй-Чуй-Чуй-Чуй-Чуй-Чуй-Чуй-Чуй-Чуй-Чуй-Чуй. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok